Бесполезный подарок, это как Новый Год с начальника. Скидки до 30% после спора с продавцом. Ноутбук No Name, 2 ядра, 6 гигов, игровой SSD, всего за 8999 рублей. Мышка с ковриком в подарок. Покупайте с выгодой на наших маркетплейсах. Мы снова тут, в этой студии, но уже в 2024. Сегодня у нас на обзор худший компьютер в подарок. Новый ноутбук за 9000 рублей. Нам он достался даже слегка дешевле, за семерку, я об этом расскажу. Но такие устройства покупают. Куча отзывов на маркетплейсах. Ребенку для учебы, фильмы посмотреть, поработать. Это даже не нижний уровень рынка, это что-то там на уровне грунта. И когда такие устройства несут мастерам, они почему-то отказываются их ремонтировать. В общем, на связи МК, сегодня обзор самого лучшего ноутбука для любителей сэкономить. Поехали. Найти такие лэптопы совсем не сложно. Достаточно поставить сортировку по цене, и пожалуйста. Они есть и в ДНС, и на Али, и, конечно же, Озон. Всех объединяет пластиковый корпус, двухъядерные, изредка четырехъядерные Селерон или Пентиум, от 4 до 8 гигабайт ОЗУ и простенькие SSD. Наше изделие китайских мануфактур под названием Windows B12 было куплено на Озон всего за 9000 рублей. К слову, больше его приобрести не получится, а продавец уже вернул за него часть денег. Но сначала ознакомимся с официальными характеристиками. Итак, нам обещают 13-дюймовый IPS Full HD экран, четырехъядерный Селерон N3450 из 2016 года, 6 гигабайт ОЗУ и сверхъемкий, так пишет продавец SSD на 64 гига. Указано, что ноутбук быстрый и стильный, а батарейка выдержит весь день. В комплекте, кроме адаптера питания, мышка, коврик и наклейки с русскими буквами. Полноценный рабочий сетап за 9000 рублей. Но разве это не прекрасно? Давайте смотреть, что пришло на самом деле. Внутри ноунейм-коробки действительно есть что-то похожее на ноутбук, блок питания с круглым разъемом на 24 Вт, мышка, коврик с носовой платок и даже секретный бонус – наушники за полтинник. Мышка, я даже не знаю, как лучше это описать. Такое чувство, что это макет из Икеи. Легкая, воняет пластиком и отвратительно щелкает. Сделать рабочую мышь, мне кажется, дешевле уже невозможно. Ну да ладно, хороший комплект в ноутбуке за 100 долларов нам никто не обещал, давайте смотреть на сам аппарат. Пластик цвета «Серебряный космос» почти не скрипит, не прогибается, да и выглядит на первый взгляд дороже своей стоимости, пока не откроешь крышку. Тест на макбук, естественно, провален, петли перетянуты, а сам экран весит даже больше, чем часть с клавиатурой, и его почти невозможно подцепить. Забавно. Огромные рамки, естественно, не проклеенные, микро-тачпад, больше напоминающий рифленые сенсоры нетбуков конца нулевых, вот зачем, оказывается, в комплект закинули мышку. По портам все неплохо. Есть пару USB 3.0, слот для карт памяти и даже HDMI, правда мини. Никаких отверстий для вентиляции нет, но, судя по всему, они нам не понадобятся. Клавиатура, кстати, не прогибается, китайцы тут не сэкономили на металлическом поддоне. Стрелки полноценные, разумеется, без подсветки. Но, как говорится, встречают по одежке, а провожают по железу. Чтоб не заставлять вас смотреть на предустановленную китайско-русскую винду, за каких-то пять часов мы все переустановили, нашли драйвера, и обнаружили, что тут сразу два накопителя по 64 гига. И еще один подгон от дяди Ляо. Какой же он щедрый этот поднебесный друг. Заходим в диспетчер задач и понимаем, что процессор написан с ошибкой. Тут Celeron N3350 вместо 3450. Разница всего лишь в одной цифре. И сразу минус два ядра. По факту у нас тут двухъядерный камень из 2016 года без гипертрейдинга в постоянной отсечке. А если вам показалось, что экран не IPS, вам не показалось. Это бледная дешевая ТН-матрица, да еще и с HD-разрешением, которую невозможно нормально снять на камеру. Потом появились сомнения, что это действительно 13 дюймов. И с помощью специального измерительного устройства выясняется, тут стоит дешевая 12-дюймовая матрица 10-летней давности. Это что получается? Дядя Ляо нас наебал? Мы это просто так не оставим. Сразу пишем претензию продавцу на Озон. Полярный медведь, так он себя назвал, отпираться не стал и согласился вернуть почти четверть стоимости лэптопа без отправки назад. Страшно даже представить себе стоимость этого чуда, если китаец оказался настолько сговорчив. А теперь представьте, сколько наивных людей покупают вроде как еще живой ноутбук, а получают абсолютное днище. Процессор здесь урезан вдвое, здесь два ядра. Экран не то что типа, он даже разрешение и диагонали ниже. Зато два SSD по 64 гига, один из которых в системе определяется как SD-карта. Ну и наушники за 50 рублей. Я не знаю, стоит ли такой ноутбук 6678 рублей с доставкой, но за похожие двухъядерники в DNS просят в 2-3 раза больше. Так что переходим к тестам. Многие ругают Microsoft за долгую установку обновлений. На этом китайском чуде весь процесс занял 3 часа до первой перезагрузки. Это при том, что на флешке был свежий ноябрьский образ системы. Уже понятно, что тестировать современные игры и бенчмарки смысла немного. Он их просто не вытянет. Я не знаю, о чем думала Intel, выпуская такой процессор в 2016 году с поддержкой Windows 10. Но даже после устаканивания всех фоновых процессов и удаления лишнего софта, Celeron постоянно чем-то там занят на 5-10%. Банальное открытие проводника происходит с задержкой и большим трудом. Возможно, дело в памяти. Медленная оперативка мешает двухъядерному процессору. И хотя результаты теста ОЗУ в AIDA64 печальны, причина не в ней. 10-15 гигабайт в секунду – это нормальный уровень для простой DDR3. Задержки в 120 нс пугают, но у современных мобильных Ryzen они не сильно-то и ниже. SSD тоже неплох. Конечно, из-за 64 гигабайт и простого контроллера скорость записи не превышает 300 мегабайт в секунду, но 500 мегабайт в секунду на чтение – хороший результат для SATA. Тормоза в системе точно не связаны с накопителем. Второй SSD медленней, но это и не совсем SSD, а память EMMC. Порядка 200 мегабайт в секунду он обеспечивает. Для простых игр и софта более чем. Значит, все проблемы из-за процессора. Мы уже знаем, что даже одно ядро современного камня может быть быстрым. Но здесь прям комбо. Архитектура сильно урезанного Skylake с 2016 года с частотой лишь около 2 ГГц, без гиперпоточности и кэша третьего уровня. Поэтому результат в бенчмарке CPU-Z лишь около 300 баллов в многопотоке. Это в полтора раза ниже, чем у двухъядерного Core 2 Duo 15-летней давности того самого, что стоит в кабинете астронома Сурдина. Возможно, дело в троттлинге. Все-таки никакого кулера в ноутбуке нет. Давайте проверим это в SignBench. Нет, не в R23, тем более R24, а в 10-летнем R15, который этот лэптоп действительно может вытянуть. И хотя тест шел больше 10 минут, никаких проблем с перегревом у процессора не было. Он дошел до 75 градусов. Даже как-то удивительно видеть такие низкие значения в ноутбуке. Хотя оно и понятно, все-таки 6 Вт легко отвести пассивно при помощи обычной медной пластинки. Этот бенчмарк тоже подтвердил. Процессор максимально слаб. Celeron из 2016-го втрое медленней урезанного ультрабучного Core i5 10-летней давности. Единственный более-менее современный тест, который можно предложить этому процессору, бенчмарк архивации в 7-zip. Результат ожидаемо печальный. 5-8 гипсов. Для сравнения, одно ядро Ryzen 7000 быстрее втрое. Но хорошо, справится ли этот лэптоп хотя бы с повседневными задачами, типа серфинга в интернете или работы. Запускаем Edge, как один из самых легких хромиум браузеров. На холодную он грузит пустую вкладку почти 10 секунд. Сайты, перегруженные графикой и анимацией, будут тормозить и долго грузить картинки. Мне больно даже думать, что такое покупают детям для учебы. Но в целом, если вы никуда не торопитесь, почитать новости, посидеть на форумах и посмотреть погоду можно. Особенно если отблокер порежет тяжелую рекламу. Достаточно серьезный браузерный бенчмарк Jetstream 2 подтверждает. Двухъядерный Celeron N3350 набирает порядка 50 баллов. Это на треть меньше древнего шестиядерного фенома. Но запускать даже в Full HD видео с YouTube он может. Да, процессор как обычно загружен на сотню, но здесь спасает адекватная интегряшка. В отличие от Celeron, в котором больно сделали самой архитектуре Skylake, графика HD500 отличается от более старших решений лишь сниженным количеством вычислительных блоков, ну и частотой. Поэтому здесь есть и поддержка DirectX 12 и неплохой медиадвижок. Динамики у ноутбука есть. Ставить максимальную громкость или не дай бог басы я вам не советую. Все начинает хрипеть, дребезжать, как на 398-й Мотороле, если кто помнит. И целое море игр разных жанров. Но смотреть что-то со звуком можно. Ну и финальный интернет-тест. Можно ли использовать этот ноутбук как торрент-качалку? С трудом. Причина тут не в процессоре, а уже в карте Wi-Fi. Китайцы поставили очень старый адаптер от Realtek, даже без поддержки 5 ГГц. Поэтому реальный максимум, который удастся выжить 20-30 Мбит в секунду. Для серфинга в интернете этого хватит. А вот закачивать даже Full HD фильмы с порезанным качеством будет долго. После таких тестов даже не знаю, что еще можно предложить ноутбуку. Видеозвонки? Ну если вы хотите, чтобы собеседник видел на своих экранах этот мазанный кислотный трип, не вопрос. Камера пишет видео 640 на 480 при 70 кадрах в секунду. Даже с хорошим освещением выглядит этот экшен не особо. Может двухъядерный сельдерей хотя бы сможет в обработку фото? Давайте поставим фотошоп, накатываем 21-ю версию. Интегряжка подтянулась и худо-бедно простейший цвет пор и несколько слоев ноутбук потянет. Конечно, ни о какой серьезной работе не может быть и речи. Но порезать картинку и добавить текст у вас получится. Хорошо, с процессором тут все понятно. А что может интегрированная графика? Формально такая видеокарта потянет даже 3DMark Time Spies DirectX 12. Но мы ее пощадим. 3DMark из 2006 года. Кто помнит лайк. Даже тест 15-летней давности интегряжка провалила. Выдавая в среднем около 10 FPS. Да, вот так бывает. Ноутбук, собранный, судя по пломбе, в октябре 2023 года, не способен тянуть бенчмарк из эпохи GTA San Andreas и второй халфы. Зато теперь стало понятно, какие игры на этом недобуке можно запустить. Давайте поностальгируем. Начнем с DSL к третьему думу. Квадратное разрешение 768. Высокие настройки графики. Можно замахнуться на нестабильные 30-50 FPS. Раз уж мы не дождались за 20 лет третьей части, а лишь какой-то там Half-Life RTX. Запустим нестареющую классику из 2004-го. Вторая халфа бодро идет на средних в родных 768P с 40-60 кадрами. Прям флешбеки в детство. Я даже немножечко подзалип. Какая же ностальгия без легендарного Most Wanted из 2005 года. Великолепная музыка, хорошая по тем временам слегка засвеченная графика и оптимизация позволяют замахнуться на средние настройки графики в 768P при 40-50 кадрах. А медленная матрица с ужасной плотностью пикселей скрывает огрехи картинки. Можно использовать широкоформатный мод, но в таком случае карте будет больно, поэтому мы решили играть в квадрате. А кто застал убойную гонку FlatOut? Вторая часть, вышедшая в 2006 году, тоже имеет крутейший саундтрек и играется на максималках в HD разрешении. Сколько же времени мы провели на этих трассах, вылетая из лобовухи? К сожалению, даже на минимальных настройках поиграть в Crysis не получится. Эта игра не своего времени. Battlefield 2 с 32 ботами на карте тоже периодически жестко лагает. А вот, например, космические рейнджеры 2 со всеми последними дополнениями идут на ура. Эта игра, как и третьи герои, не требует мощного железа. Если вы в свое время ее пропустили, запускайте крайне осторожно. Неспешный и медитативный геймплей может забрать вас на долгие часы. Под конец вспомним ванильный сталкер из 2007 года. В ожидании релиза второй части на ютубе можно пока словить маслину тут. В бункере Сидоровича кадры, конечно, зашкаливают. Но вот в реальной локации деревни рассчитывать получится где-то на 40-50 фпс на средних настройках графики в 768п. В общем, меченого поискать можно. Тестировать что-то свежее просто нет смысла. Формально на видеокарте благодаря поддержке DirectX 12 запустится многое, но по факту Intel ее слишком сильно урезало. Теперь давайте вскроем это устройство и посмотрим на бедный внутренний мир. Большой плюс ноутбуков фирмы NoName никаких проблем с разборкой. Выкручиваем три вида крестообразных болтов, отщелкиваем крышку и все внутренности перед нами. Вот тут дядя Мао не стер улики с радиатора. Пластинка выглядит тонкой, но со своей задачей, как видели, справляется. Размер платы намекает, что ее легко можно было использовать в планшете. Большая часть пространства заполнена китайским воздухом. Через весь корпус они кинули скрученные шлеи в подключение USB и картридера и приклеили все это дело на скотч. Есть полноценный слот 2280, в котором стоит те самые 64 гига. Второй диск EMMC прячется под радиатором и не заменяется. Аккумулятор вызывает смех. 22 ватт часа. Нормально по меркам планшета, но для ноутбука это крайне мало. В системе емкость вообще около 18500 махов. И даже с учетом энергоэффективного процессора не стоит рассчитывать больше, чем на 3 часа работы. Банки, к слову, ноунейм, когда батарея вспухнет, придется искать и запаивать похожие, если контроллер не сойдет с ума. Из хорошего петли закреплены на трех болтах. Из плохого вкручены они в пластик, который со временем треснет и крышка перестанет нормально закрываться. Клавиатура с металлическим поддоном, но вот закреплен он к корпусу заклепками. Если сломается и клавиатура начнет прогибаться, придется колхозить со скотчем или паяльником. Но, как мне сказали несколько ремонтников, такие ноутбуки носят, но чинить их зачастую никто не берется. Если уж совсем нужно сэкономить, возьмите планшет с IPS-экраном и нормальным шустрым процессором. Пожалейте дитя и его учебу. Такое можно покупать только для наказания. Печатная машинка, ну с такими дубовыми кнопками, ужасным экраном и батарейкой, много вы с ним не напечатаете. Двухъядерные N3350 на момент выхода стоили 24 доллара. Сейчас в Китае их продают на развес вместе с дешевыми платами. Если китаец согласился продать нам этот ноутбук фактически за 6800 рублей за вычетом комиссии Озона, цены доставки и маржи, реальная стоимость этого устройства ну тысяча три-четыре. То есть ДНС на похожих устройствах делает больше денег, чем на нормальных брендах. Поэтому такие устройства продавались и будут продаваться дальше. Нет бюджета, ищите модели прошлых поколений на БУ рынке. Мы уже рассказывали о старых Lenovo ThinkPad, есть неплохие ZenBook'и от Asus. Да подойдут вообще любые бренды, в бюджете 15 тысяч с каким-нибудь Core i3 или i5 и 8 гигами ОЗУ. Забудьте про процессоры N3000, N4000 и G. Все это старые обрезанные ровесники Skylake. Они уже ничего не могут. Из селеронов современных можно смотреть разве что на четырехъядерные 10-нанометровые N5000. Там и частоты ближе к 3 ГГц, и интегрированная графика быстрее. Сейчас из свежих самые простые процессоры у Intel это N95 и N100. Там четыре малых ядра из Elder Lake с уровнем производительности где-то настольного четырехъядерного i5-6400. 4К на YouTube, серфинг, фотошоп. Вот это все на нем будет летать. А вот это ни в коем случае не покупайте и никому не дарите. Я вот даже не знаю, что теперь с ним делать. Артем! Тема! Артема! Иди сюда. Ноутбук нужен? Чего ты рот грязный? На! Дарю! Играйся! На связи был МК. Меня зовут Михаил Крошин. Увидимся! Пока! Подарок! Это как Новый год с начальником. Скидки до 30% на все группы. Полезный подарок! Это как Новый год с начальником. Работа receена!